привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его ведущий олег буквально вчера я снял передачу том если в вашем доме находится ребенок и что нужно делать для того чтобы они комфортно существовали то есть ребенок и собака чтобы не было значит никаких обид чтобы собачка не обижала ребенка чтобы ребенок и обижал собачку каким образом нужно поступать вот никак я не ожидал конечно что за затронул такую тему что она так заинтересует наших зрителей но вот сегодня буквально за ночь я получил порядка 30 писем с вопросами вопросы примерно одинакового содержания что нужно делать как нужно быть когда только что разный возраст ребенка разный возраст собак разные породы но тема принципе одна и та же вот и среди этих всех песен я выделил одно письмо но как бы является уже нестандартным письмом то есть некоторые люди хотят еще только приобрести щенка говорят не о возрасте ребенка некоторые уже приобрели там уже какие-то конфликтные ситуации у них возникает но вот именно в этом письме письме именно стандартно не стандартная такая получила ситуация поэтому я хотел бы остановиться на ней я вкратце сейчас расскажу о всех моментах как нужно поступать каким образом нужно действовать чтобы ребенок как большинстве вопросов задают стал вожаком вот но давайте сейчас я вкратце расскажу о ситуации значит которую я выделил письмо это письмо пришло с украины пришло с донбасса и значит в связи вот с военными действиями дмитрий пишет мне о том что значит был эвакуирован ребенок через неделю ребенок приедет за время пока ребенка не было значит дмитрий приобрел себе щенка фокс-терьера гладкошерстного фокс-терьера но щенок сам по себе является не таким уже маленьким то есть это не месячный какой-то щенок не двухмесячный а уже семимесячный то есть можно сказать что сейчас вот формирование у него уже практически заканчивается как личности тем более что как бы в семимесячном восьмимесячном девятимесячном возрасте начнут проявление агрессии связи с тем что собачка будет пытаться занять доминирующее положение то есть пытаться стать вожаком это ситуация со всеми кобелями происходит правда она происходит в разным возрасте у некоторых пород собак ну ориентировочно где-то от 7 до двенадцати скажем так до полутора лет происходит такая ситуация и дмитрий задает мне вопрос каким образом нужно значит поступить чтобы произошла их первая встреча и ребенок стал тоже вожаком для его питомца ну давайте я в общем сейчас отвечу на все вопросы каким образом нужно чтобы значит ребенок в любой семье стал вожаком для собачки я отвечу достаточно просто вожаком собачка не примет никогда ребенка вожак 100 и всегда один и вот вы уже как вожак ваш настрой как вы будете настроены так и будет восприниматься ребенок также хочу обратить ваше внимание а значит каким образом идет вот то есть собачка будет воспринимать ребенка тоже как члена стаи но член стаи это будет с приоритетом то есть было с доминированием каким образом нужно поступать чтобы выделить вашего ребенка вашу супругу из из этой стаи чтоб собака занимала нишу иерархию то есть низшую ступеньку в этой ситуации ну делается это все достаточно просто то есть во первых еда немаловажный фактор то есть тот кто первый ест тот и является выше по рангу то есть первым всегда в стаи есть вожак потом более доминирующие члены стаи и уже в последнюю очередь кушает в вашем случае должна кушать в последнюю очередь собачку поэтому собачка поэтому соблюдайте это правило сначала демонстративно покушайте сами перед собакой чтобы она видела это и дальше уже кормите собачку момент номер два вожак и доминирующие особи в стае всегда находится на более комфортном месте на более высоком месте то есть никогда не позволяйте своей собачке залазить на диван на кресло она всегда должна находиться и как физически ниже так и морально ниже то есть это в принципе знак равенства у собаки в голове такой то есть чем выше место комфортнее место тем иерархия выше то есть чем собачка ниже находится тем иерархия ниже соответственно то есть вот смотрите два фактора первое кормление первые ест доминирующие члены стаи и второе иерархическое положение третий момент это общий момент вот отсюда можете уже делать какое-то разветвление уже вот я просто скажу несколько слов буквально все решения которые принимаются касающиеся собаки должны принадлежать доминирующим членам стаи если собака принесла вам игрушку предложила вам игру это должно быть не ее решение то есть вы все сразу взяли игрушку начали играть да то есть собака поняла что она вам приняла решение и вы поддержали это решение этой игрой вы можете поиграть собакой прямо прямо в этот же момент но только уже в какую-то другую игру нет нету которую предлагает вам собака то есть принесла она вам палочку вы палочкой не стали играть а взяли мячик и стали играть мячиком ну либо тряпочкой какой-то дальше очень важный момент это покусы да то есть ребенок может каким-то образом ну навредить собачки до или во время игры подставить руку там и и и будет укушен собачкой здесь уже во время воспитания собаки пожалуйста никогда не подставлять даже во время игры руки под укусы то есть руки под укусы это должно быть полная табу вы можете играть собачки чтобы она не прихватила вас всевозможными тряпочками всевозможными перетяжками но никогда не подставляйте руки под укусы если вас начинает кусать за руки за ноги сразу же все это дело пресекайте каким образом пресекать есть у меня урок называется обряд подчинения но тоже в зависимости естественно от степени наказания то есть о степени преступления то есть если сильно прикусило то значит одна мера наказания если слабо прикусила то другая совершенно мера наказания всегда приучайте собачку запретительным командам вот дмитрий касается вас прежде чем приехал ребенок вы должны научить свою собаку во-первых самой главной команде эта команда место вторая команда это команда ко мне и третье это запретительные команды пожалуйста посмотрите мои уроки пока что касается команды команд команды фу и все что касается вожака прям вот идите по заголовкам увидите вожак это все для вас непосредственно когда вы идете гулять собакой до собака начинает возбужденное состояние и начинает бегать прыгать не поощряйте никогда это возбужденное состояние то есть собачка должна успокоиться после этого вы одеваете уже на нее на успокоившуюся собачку одеваете ошейник намордник идете гулять на улицу то есть если вы оденете на визжащую собаку ошейник намордник то соответственно вы будете поощрять это возбужденное состояние и в дальнейшем у вас будут с этим проблемы так следующий момент никогда не оставляйте ребенка наедине с собакой почему вот здесь возникает очень важная ошибка причем практически 80 процентов владельцев собак начинают очеловечивать как бы вы не очеловечивали собаку собака всегда будет собакой а тем более если ребенок будет находиться ваш с ним то есть ребенок он маленький он еще не соображает может причинить боли будет укушен то есть не очеловечиваете собаку если вы идете на кухню положим да там или в другую комнату какую то если не берете с собой ребенком не боитесь за него да то есть там пятилетний принципе ребенок уже достаточно большой то команды ко мне подзовите свою собачку пусть она сходит с вами потом вы вернетесь то есть не оставляйте наедине собачку что касается вас дмитрий здесь ну что можно сказать ну вот ваша именно настрой как вы будете воспринимать собаку если вы будете внутри 3 трястись и бояться а собаки очень чутко перри перри ну воспринимают эмоциональное состояние человека то собаке она передастся и она тоже будет нерву нервозничать при встрече с ребенком поэтому вы как вожак вы уже являетесь вожаком как вы мне написали не нервничайте то есть вы будьте уверены в себе своей внутренней энергии показываете собаке что вот у вас сын ваш находится в приоритете для вас то есть ребенку объясните ситуацию в принципе это касается всех собак и встречи с любой абсолютно собакой если вы приходите в гости кому-то или заходите во двор кому-то незнакомой собаки это касается абсолютно всех поэтому на будущее вот всем рекомендую если вы приходите в гости а вот в вашем случае значит дмитрий приходит ребенок сейчас домой встречается обнимается с вами вы запретительные команды желательно чтобы собачка не встречала у вас гостей принципе это некрасивая ситуация когда собака встречает гостей поэтому я рекомендую вам жестко научить собаки к команде место чтобы она находилась на месте когда приходит гости вот приходит значит ваш сын первое время ну по крайней мере 15-20 минут пусть не обращает вообще никакого внимания на собаку то есть тем самым подчеркивает свой статус доминирующего скажем так человека где доминирующего члена стаи то есть что нету дела он самоуверен и так далее не обращает внимание никакого на на вашу собачку потом уже в процессе вы можете уже как-то познакомиться но это я вам первое время рекомендую установить какой-то визуальный контакт если ваш ребенок как вы описываете что не хочет идти на контакт собачка но значит пусть дистанцируются они собачка будет иметь свою какую-то определенную зону но не входящую зону там где находится ваш ребенок но в принципе вот смотрите вот ваша порода фокстерьер да что это за порода такая это охотничья собачка с неутомимым вообще темпераментом которые но всегда нравится детям поэтому я думаю что вашему ребенку она понравится а единственная проблема это сильный лай то есть фокстерьер это настолько гавкучая порода собак что даже бывает что через чур прям вот вот они гавкают они ребенка могут разбудить и так далее это вот проблемная кстати в этом отношении собачка но что касается их взаимоотношения с ребятишками то в принципе как любая охотничья порода фокстерьер человека воспринимает как своего друга а тем более если вы внутренней своей энергии показываете значит своей собаке что это ваш ребенок это ваш любимый человек то поверьте все будет у вас нормально единственное что ну фокстерьер может не контролировать такие моменты как например вот немецкая овчарка как бы ей больно не делали воспитанная немецкая овчарка никогда не не укусит даже не рыкнет там на ребенка да то здесь фокстерьер ну тут силы в силу генетических особенностей породы он может прикусить вот и он не будет анализировать что специально это ребенок сделал или не специально это ребенок сделал это сделает просто вот механически сразу же так у него уже заложено генетически таким образом при любой боли он должен прикусить он и хозяина своего мужа прикусить вот эта особенность породы такая это охотничья порода терьер фокс лиса терьер до охота лиса все понятно вот здесь поэтому контролируйте этот процесс а так в принципе для ребенка фоксики они становятся любыми любимыми друзьями тем более в нем столько энергии ему постоянно нужно играть он заводной нам столько темперамента в этой собаки я надеюсь в группу вы уже убедились вот так что соблюдайте все правила которые сделают вас вожаком соблюдайте правила то что собачка должна занимать нишу иерархию то я повторюсь это правильное кормление ссылочки в описании к ролику я дам обязательно правильное нахождение комфортное место принадлежит вожаку и все решения все решения абсолютно все решения которые которые касаются вашей собаки гуляйте играть там гладить я не знаю там все что угодно чесать это все должно принадлежать именно вожаку и вот именно вашим наша ваша внутренняя энергия передается вашей собаке чувствуете себя спокойно чувствуете себя уверенно и тогда вы будете неприкасаемым вожаком не подставляйте руки играете всегда собакой правильно и у вас не не возникнет никогда никаких проблем спасибо всем за внимание заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится с вами был канал я и мой хвост я его ведущий олег и акбар и 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